Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 12.07 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». Вернее, начинается только еще. Ну вот, я думаю, что да. И мы сейчас тему меняем, но некоторые перекличку и мостики, мне кажется, удастся сделать. Поэтому давай сначала мы представим наших гостей. Да, все-таки будем вежливыми и представим наших гостей. Андрей Усенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Добрый день. Добрый. И компанию сегодня ему составляет Андрей Вавилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Добрый день. Добрый день. Уже слушатели говорят, вырвутся в эфир, так что будьте внимательны. Две минутки. Дайте, слушатели, пожалуйста, мы тут освоимся в нашей студии. Напоминаю, конечно, что у нас есть опрос на сайте eho-kira.ru и в нашей группе ВКонтакте. Мы вас спросили, что является решающим в успехе предпринимателя. Знание, опыт, жилка предпринимательская, нужные связи, везение, удачливость. Странно, почему-то нет варианта объединяющего все эти ответы. Наверное, комплексные нужны. Мы любим такие опросы. Голосуйте, заходите, пожалуйста, голосуйте. Я хочу сообщить еще раз, вспоминая прошлую нашу тему, мы говорили о втором этапе проекта «30 скверов». Андрей Леонидович тоже в курсе и в деле. Вчера вышла новость, депутаты ОЗС выразили желание помочь в обустройстве зеленых зон города. Сейчас они выбирают скверы, а также свободное время для участия в акции. Мы пока не знаем, каким образом это будет происходить, но это официальный дабл-пресс-релиз. И мы надеемся, что какое-то свежее дыхание, может быть, проект приобретет. Ну, кстати говоря, Андрей Леонидович, помните, мы долго бились над тем, чтобы привлечь предпринимателей из сферы дизайна, экодизайна, ландшафтного дизайна. Первые ласточки полетели. У нас замечательная здесь была Ирина Нагаева, директор компании «Артландшафт», которая профессионально подошла к планировке сквера. И это прям любо-дорого, конечно, вот именно так сотрудничать. Ну и, кстати, если мы будем говорить сегодня, а мы будем говорить сегодня о том, что началась образовательная секция форума предпринимательства на Вятке, я вижу, что здесь есть развитие экосистемы предпринимательства, но это к экологии не имеет отношения, правильно? Да, это лишь однокоренные слова скорее. Да, ну давайте. Мы давно, кстати говоря, на тему предпринимательства не собирались, и прям сами звонили и спрашивали, что у нас с форума предпринимательства на Вятке. Ну а о форуме мы традиционно каждый год говорим. И вот сегодня мы будем об этом тоже говорить. Седьмой же по счету форум. Мне кажется, он подзадержался немножко, нет? Нет, мы традиционно проводим его, скажем так, приурачиваем к Дню российского предпринимателя в 26 мая. Единственное, что раньше он был несколько пролонгированным в периоде, что ли. С апреля по май он проводился, да. В этом году мы сконцентрировали основное количество мероприятий на май месяц. И в первую очередь, ну, собственно говоря, это связано с тем, чтобы не было такого ощущения растянутости, потому что это уменьшает мобилизацию, так бы я сказал, да. А во-вторых, связано с тем, что было принято одно из таких принципиальных решений в этом году значительный объем мероприятий провести на выезде в наших муниципальных районах. Это решение было там инициировано, собственно говоря, Андреем Николаевичем, который здесь присутствует. Я думаю, что о причине он расскажет. И это очень хорошо легло в канву форума предпринимательства, поэтому немножко сдвинули, пока дорабатывали эти выезды. И вот сейчас как раз, там, вчера мы из одной из поездок вернулись из Уржума, завтра мы едем все вместе в Чапецк, поэтому такой изюминкой определенной форума этого года являются выездные мероприятия и прямой контакт с предпринимателями в муниципальных районах. Андрей Николаевич, подключайтесь. Подключился. Что заставило переместиться в район? Не последнюю роль играете, да. Почему в район, почему в расширении географии? Тогда маленькая предыстория. В январе этого года мне на стол легла бумага о том, что Министерство экономического развития просит меня подтвердить, что у нас такая была большая работа, Агентство стратегической инициативы по внедрению лучших практик, которые помогают в муниципальных образованиях улучшить инвестиционный климат. Вот мне легла такая бумага, что все районы Кировской области, все администрации отчитали, что введено от 10 лучших практик. От 10 в каждом районе лучших практик по развитию предпринимательских. Внедрили. Внедрили, да, внедрили, и там предпринимательство расцветает. На что я сказал, слушайте, пока я не проеду, не поговорю хотя бы с частью бизнеса, которые будут приходить на встречи, я никаких бумаг подписывать не буду. А, то есть вы должны были подписать, что все внедрено и действует. Да, датчик мы отчитаемся, что все хэппи-энд. Я говорю, нет, ребят, так не работает. У нас предпринимательство и так не работает. У нас ни стулья, ни деньги, у нас работа. Поэтому вот с 18 января, в общем-то, стартанули. Все-таки... С поездками. Да, с поездками. С поездками по региону. Да, решили. Андрей Леонидович, конечно, говорит, что про май, но я-то с марта начал. Да, то есть у меня еще там... С налоговой, благодаря вот этим конвенциям применения запрета работы без кассовых аппаратов на всю страну. То есть раньше все это началось, этот бунт предпринимателей, которые не понимают, зачем все это надо. То есть мы раньше с налоговой поехали, у нас часть проходит в рамках форума, а часть уже с налоговыми органами. Тут у нас еще другие вопросы постоянно всплывают. Поэтому вот, в общем-то, задача была объять необъятное, увидеть всех предпринимателей и рассказать им, что муниципалитеты к вам повернулись лицом. Вы знаете ли вы об этом и как они применяют вместе с вами? Они-то их глаза округленные. Да, да. То есть мы решили узнать даже там не то, что каковы результаты внедрения, а известно ли вообще об этом предпринимательству. О лучших практиках или о том, что они уже действуют у них в районе? Да, 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 именно об этом. Что такое вообще лучшая практика? Так самое интересное, что нам в районах-то как раз каждый раз мы приезжаем и начинаем объяснять, ребята, вы знаете, что есть такие лучшие практики. И понимаем, что вы не знаете, мы вам рассказываем, что это такое. А что это такое? Лучшими практиками называется то, что предложено было агентством стратегических инициатив, применить в районах те решения, которые приведут к развитию, к улучшению предпринимательского климата. Какие параметры? На реализации подобных практик, которые муниципалитеты могли себе выбрать на территории всей страны. А, ну вот я хотел спросить, да, то есть это вот всему страну накрываемость? По всей стране этот процесс идет. И, соответственно, муниципалитеты набрали себе там по 10 практик в течение какого-то времени эти практики выполнили. То есть сократили, например, сроки выдачи разрешения на строительство с 10 до 8 дней. Ну, кто-то с 38 сократил до 30, и это тоже считается хорошо. Мы вам рассказываем, вы не останавливайтесь на достигнутом. Кто-то до 3 дней теперь готов уже, кто меньше. Собственно говоря, мы сейчас эту работу продолжаем вести, то есть мы видим результат. То есть вроде как с 10 до 8 сократили, практика выполнена. Насколько это реально повышает там эффективность предпринимательской деятельности, в общем, вопрос. Но, по крайней мере, смотрите, какая еще интересная ситуация получается. Мы же ездим по кустовому принципу, да, то есть мы приезжаем в один район и приглашаем предпринимателей сразу из нескольких. И делаем аналитику, на такой анализ практик в этих районах, потому что выбирали разные практики. И, соответственно, предприниматели видят, что в одном из районов там глава выбрал вот такие практики, внедрил. Глава? Глава выбирает это все-таки? Нет, этот процесс был растянутый по времени, то есть там выбирали это года два назад. Наверное, муниципалитеты выбрали, товарищ демокративый. Муниципалитет выбирал в виде главы. Но суть-то в чем? То есть в одном муниципалитете выбрали одно, в другом другое. Соответственно, здесь реализовали, там нет. Предприниматели из этого района, из района там А, начинают задавать своему голове вопрос о том, что почему у нас те-то практики не реализовали, которые там есть. А так как на этом пути можно не останавливаться, то, в общем, мы рекомендуем предпринимателям инициировать все-таки внедрение именно тех практик, которые им необходимы реально. Не формально вот такие, по которым можно отчитаться, а те, которые им необходимы реально. Позвольте, что я конкретно поинтересуюсь своим родным уржумским-то районом. Как там дела обстоят? С внедрением передовых практик. Очень любопытно послушать. Агентство стратегических инициатив до уржумского района. Что вы вернулись оттуда? Ему повезло, он моногород, у него свои деньги есть, и фонд есть у нас. Ну там, да, серьезные налоги там, да. С практиками там все нормально, все хорошо. Да, действительно, они не все выбрали. Силен, когда сидел на совещании, все записывал, и мне понравилось, что он все законспектировал. То есть польза-то хотя бы есть, что он знает, что соседи-то что-то сделали, а он-то вот здесь при публичности, там, при 20-30 предпринимателе в журжумского района, тут ему сказали, братан, а ты вот это не сделал. Поэтому, на самом деле, мы этой работой с Агентством стратегической инициативы занимаемся 2-3 года. Сначала мы на нее смотрели, как бараны на новые ворота. Мы сначала все это сделали на областном уровне 2 года, а потом, значит... Потом поползли. А потом поползли, что все-таки предприниматель-то работает в муниципалитете, это правительство области у нас на театральной площади, а все остальное это муниципалитеты. Поэтому на земле, на земле людям вот сейчас рассказали, что к вам уже получше начали относиться. И каждый раз мне приходилось, конечно... Что это значит получше? На два дня сократились. Теперь вы узнали, и вот лес рук, конечно, не был, но люди начали разбираться, что что-то меняется в этой стране. Может, даже и поверили. Сейчас прервемся на полминуты, продолжим про предпринимательство и про предпринимательство с Андреем Усенко и Андреем Вавиловым. И 211-101, если вопросы нашим специалистам есть, да, конечно, подключайтесь. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Говорим про предпринимательство на Вятке с Андреем Усенко, вице-президентом Вятской торгово-промышленной палаты, и Андреем Вавиловым, полномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области. 211-101, номер телефона прямого эфира. Я уточню, это форум предпринимательства на Вятке, это не тема вот такая, да? Это конкретные дела мероприятия. Мы говорили и про тему такую, да, мы сейчас вот шире взяли в первой части нашей программы. Я хотела бы, чтобы мы с тобой все-таки какие-то предварительные итоги голосования на сайте озвучили. Решающую роль в успехе предпринимателя, что она, на ваш взгляд, имеет? Я-то вот считаю, как не предприниматель, что предпринимательская жилка. И 50% проголосовавших на сайте хакера.ру также считают. А вторые? А вторые нужные связи. Нужные связи. Ну, как же без этого-то и без второго? С нужными связями деятельность сложно назвать предпринимательством. Это скорее предприимчивость. Предприимчивость. Предпринимательство, это как раз первое. Это та жилка, которая, собственно говоря, и толкает человека, и не дает ему. Знаете, это по принципу писателей, да, как было сказано, там, не можешь, не пиши. Так вот, предприниматель, это тот человек, который не может не заниматься бизнесом. У него по-другому он не представляет свою жизнь. Я, кстати, для себя вот не могу абсолютно разъяснить, что же такое это предпринимательская жилка. Она где там? Ну, это психологическое состояние, там, психофизиологическое какое-то состояние, да, потому что это действительно человек, который не может не заниматься бизнесом. Потому что те, кто могут заняться чем-то другим, как правило, в предпринимательстве, ну, по крайней мере, долго не задерживаются. И есть же, в общем, там, исследования социологические, которые показывают, что, в принципе, способность к предпринимательской деятельности имеет, там, от 3 до 5% населения всего. Поэтому это достаточно узкий такой круг специфический и устроенных людей. В хорошем смысле этого слова. Надо холить или ленить. Да, и здесь я как раз хотел сказать то, о чем не успел сказать. Вот, с одной стороны, ну, вызывает улыбку, там, сокращение с 10 до 8 дней, там, да, вроде как бы принципиально не решает ситуацию. А с другой стороны, это психологическое изменение. Чиновники, ну, их заставили, они составили себя, действительно, то, о чем говорит Андрей Николаевич, повернуться. То есть, они поняли, что нам надо что-то сделать все-таки навстречу бизнесу. Такие изменения, они не происходят моментально. Но сдвижки эти мы видим. Мы видим, здесь вот, может быть, уже там, переходя к следующему, к тому, что происходит в рамках этих выездов. Простите, а отката-то уже точно не произойдет? Погоди, мы еще не приедем. Мы еще не приехали никуда. В нашей стране слова отката-то нет. Ну, простите, да, сейчас оно многосмысловое для у нас. Я-то хотел сказать о том, что мы, кроме того, что там разговариваем с предпринимателями, анализируем внедрение стандартов ОСИ, с нами приезжают представители различных контрольно-надзорных органов. И то, о чем говорил Андрей, да, там начались эти выезды с налоговыми совсем. Другой совершенно идет диалог. Даже по сравнению с тем, что пять лет назад было. Мы все-таки очень надеемся, что это приведет, в конце концов, к созданию сервисных функций у государства. Ну, я тут напомню, что основная задача, собственно-таки, форума из года в год – это диалог. Сближение, понимание диалога. Диалог власти и предпринимательского сообщества. Примем звонок 211-101. Слушаем вас, вы в эфире. Добрый день. Алло. Нет, не слышно. Перезвоните, пожалуйста. Сэш, нет звука вообще. Еще разочек наберите нас, пожалуйста, и тогда зададите свой вопрос. Так, продолжаем. Не, ну, нам повезло. У нас сейчас появилась организация МФЦ, которая часть функций, чтобы себя нагрузить. В общем-то, часть функций с предпринимателей снимает. Это совсем недавно произошло как раз, да? В этом году. Совсем недавно так раз прорыв стал, чтобы им чем-то еще больше… То есть они освоили ту технологию там с недвижимостью. Они говорят, дайте еще работы. И вот мы с Андреем Леонидовичем на протяжении полутора-двух лет с нашим министерством… Интернационной технологии? Да, да, да. С господином Зориным встречаемся и периодически говорим, а давайте вот это еще, давайте вот это, давайте вот это. А вот там мы то подглядели, а там это. В общем-то, они подхватывают. Тут вопрос-то, видимо, чисто технического плана, да? Ну вот мы говорим об одном окне, сейчас уже говорим одной двери с окном. То есть куда-то предприниматель пришел, и там ему весь спектр услуг, которые, возможно, дали. Поэтому вот спасибо, что за это время МФЦ по всей области есть. Там 45, они сейчас, да, трактуют. Но все районы закрыты. Да, все районы закрыты, поэтому действительно сегодня есть куда прийти. Сейчас примем звонок слушателю, надеюсь, получится нам наладить связь. Алло. Добрый день. Да, слышно вас хорошо, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Вячеслав Пашкарев. Да, Вячеслав. У меня вопрос и к Андрею Николаевичу, и к Андрею Николаевичу. Так как вот у меня есть понимание, что такое бизнес, сам занимался бизнесом, и в том числе и поездил по районам. То есть достаточно суженный сектор экономики, где могут проявить себя молодые предприниматели без больших вложений. А, узкая поляна, да, где развернуться не хватает. Да, то есть там получается или лесная отрасль, или мало предпринимательцев в плане продуктовый бизнес, ну и сферы услуг. Но у нас же идет монополизация. Вы понимаете, что лесники, то есть сейчас лес дается в аренду только крупным лесникам, и пятое, и десятое. А на работы, как бы, они для сокращения затрат тоже берут свои какие-то бригады. И так может быть тут вопрос сопернуть каким образом? Чтобы давали какую-то квоту для молодых предпринимателей, или оставляли место для свободы, потому что взять продуктовые магазины. Магниты зашли. То есть, соответственно, все оккупировали. Где ребятам проявлять себя, работать без вложений? А брать кредит на бизнес и играть в рулетку, сами понимаете, что на это пойдет не каждый. Вячеслав, спасибо. Спасибо. Сейчас наши гости ответят. Ну вот трудно стартануть, тяжело стартануть. Вячеслав просит, чтобы какие-то преференции были. А Вячеслав уже вышел из эфира. Он нас слышит, но он... Вячеслав, а можно вопрос задать? Нет, он уже положил трубку, он нас слушает. Вячеслав, если вокруг вас много таких молодых предпринимателей, мы готовы встречаться с вами. Не знаю, Синамеха и Москвы предоставят как-то эфир. Давайте встречаться, давайте обсуждать, потому что нам как раз вот этого диалога не хватает. Мы, проезжая область, понимаем, что советы приглав муниципалитетов кармальные, что они реально не работают. Это карманное было слово, да? Просто, может, не все расслышат. Карманное, да. Карманное. Это не мое определение. Это определение президента. Владимира Владимировича? Владимира Владимировича, да, определение. Его потом все федеральные структуры транслируют. Поэтому мы открыты... Что значит встречаться? Куда ему вот сейчас со своими предложениями? Ну вот мы Усенко, Вавилов, то есть, ради бога, все телефоны наши, все знают. Это торгово-помышленная палата. Какая-то агитация уже идет. Усенко, Вавилов. Так, это Вячеслав? Тот же самый, да? Вячеслав зазвонился, да? Понятно. Алло, Вячеслав. Да, да, да. Да, вы хотели продолжить, да, дискуссию? Я хотел, да, вот именно было бы очень целесообразно создать вот такие круглые столы и пригласить непосредственно людей, которые работают в районах, и в том числе и в Кирове, чтобы молодежь была услышана. Это очень важно. У нас до 26-го числа еще есть время до нас добраться, то есть, недавно добираться, вот можно на эхо Москвы договориться, 26-го время определить, хоть сегодня они выделят, и провести, пообщаться. Прямо здесь круглый стол? Ну, не здесь, но давайте мы его проведем. Ну, если эхо выделяет время, то где? Где она его выделяет? Только здесь, в студии. Нет, смотрите, у нас в рамках форума на Вятке, предпринимательства на Вятке, запланированы круглые столы. И действительно, к сожалению, молодежь сегодня не сильно проявляет себя, не заявляет о своих каких-то амбициях все-таки встраиваться в предпринимательскую среду. Мы вас зазываем, вот у меня проблема, я еще руководитель опоры России являюсь, мы зазываем, я зазываю уже несколько лет, какую-то молодежь, ну, молодежь прибежит, какую-то проблемку маленькую решит и убежит. И я большую не вижу. То есть, активность молодежи... Проблемы не видите? Молодежи больше. Проблема, кстати, нет, она решена. Поэтому мы были очень рады, думаю, и для торгово-промышленной палаты, чтобы в наших рядах появились молодые предприниматели, которым небезразлична экономика Кировской области в будущем. Ну, со своей стороны, добавлю только то, наверное, что, ну, с одной стороны, мы видим этих молодых предпринимателей в районах, как бы ни было, но они там есть, у них есть действительно вопросы, но то, о чем мы говорили, будучи предприимчивыми, они находят способы решения этих вопросов. Что касается объединения, действительно, может быть, молодые предприниматели в силу возраста еще не понимают, ну, не до конца понимают, собственно говоря, необходимости... Целесообразность вообще объединения для того, чтобы решать вопросы сообща, пока еще существует в рамке некой конкуренции, да, там, приоритетной. Поэтому действительно надо приходить к осознанию того, что целый ряд вопросов и с органами власти, и с контролирующими структурами, и с формированием рынка, в принципе, лучше решать сообща. Поэтому надо действительно инициировать такой процесс, если, как сказал Андрей Николаевич, рядом с Вячеславом, такие ребята есть, такие люди есть, наши-то контакты найти всегда можно, надо выходить, это делать, организовать и искать те ресурсы, которые им необходимы. Мы контакты дадим. Вячеслав, вот Андрей Николаевич неоднократно уже озвучил номер мобильного телефона в нашем эфире. Позвольте, чтобы наш редактор, она лучше началась, Вячеславу подсказывала. Номерочек. Хорошо, Вячеслав, не кладите трубку, пообщайтесь, да, с нашим редактором. Так, делаем перерыв небольшой, да, у нас реклама сейчас. Да, мы давайте сделаем перерыв и продолжим разговор с Андреем Усенко, вице-президентом Вятской торгово-промышленной палаты и Андреем Вавиловым, полномочен по защите прав предпринимателей в Кировской области, 211-101, номер телефона прямого эфира. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Начала работу образовательная секция форума предпринимательства на Вятке, мы на нее как раз вот сейчас добрались. Да, мы выходим на нее, да. И у нас в гостях Андрей Усенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты и Андрей Вавилов, полномочен по защите прав предпринимателей в Кировской области. Ну вот, все-таки мы сейчас будем говорить об образовательных секциях, но справедливости ради надо отметить, что и здесь, в нашей студии, звучали все-таки приглашения молодым предпринимателям. И мы рассказывали здесь и об образовательных программах, которые предоставляет Министерство развития предпринимательства торговли и внешних связей в Кировской области. Еще напомню, что на уровне региона есть областной фонд поддержки предпринимательства, в городе тоже есть. Министерство, которое тоже обучающее программы, в том числе и финансовая, и юридическая грамотность, и помощь в получении маленьких, 100, 150, 200, 250, но стартаповых денег есть. Единственное, что я, например, за этот год, 2017-й для себя яркого выделила из тем бизнесовых, когда молодые предприниматели говорили, это была тема того, что есть часть ребят, которые, закончив вузы, являясь специалистами в инженерных каких-то специальностях, и работающие сейчас, или как-то коммуницирующие с крупными нашими предприятиями, говорят, что большие территории, площади на наших монстрах предприятиях простаивают. Это касается лепси из кожи, не знаю, и других. И что эти площади, они могли бы, как инженеры, под свои стартаповские технические бизнесы хотели бы использовать. К сожалению, они не используются рационально. Мы тогда не развели эту тему, у нас была другая. Ты помнишь, Володя, да? Но мне, вот это вот меня зацепило, потому что я как-то понимаю, что это производство, я понимаю, что это люди с инженерным мышлением, и если у них еще и бизнесовое жило, то это вот что-то новое, что-то свежее для бизнеса в нашей области. Может быть, мы как-то об этом еще поговорим, да, вот здесь в рамках... Но тема действительно очень важная. Ну, это тема серьезная, потому что действительно значительные там промышленные площади, площади промышленных предприятий остались свободными, высвобождаются. Мы знаем эти примеры там большинства заводов на территории города Кирова, да, по крайней мере. Но мы знаем с вами ту же самую ситуацию, например, с промпарком в Вятских полянах, который до сих пор не заполнен, хотя готовые площади... Так не хотят они в Вятские поляны ехать, они хотят здесь, в Кирове, площади осваивать. Ну, я скажу, что здесь, ну, еще раз повторюсь, да, эта тема там не пяти минутная. Конечно, я просто ее обозначила. Она есть действительно, и казалось бы, она простой, вот он ангар, вот он, дайте мне там в нем сто метров, я буду работать. Но она не такая простая, потому что там надо считать экономику, там надо смотреть условия доступа, потому что я знаю историю предпринимателей, которые там заходили на площадки и потом сталкивались с вопросами, начиная от, там, ну, просто ограничения доступа в силу режимности объекта, да, и заканчивая попаданием на все обязательства по тем же самым промышленным стокам. То есть, как бы со стороны картинка красивая, свободный ангар, я там стану, два станка поставлю, буду работать. Дальше не так просто. Мы об этом поговорим как-нибудь при следующей нашей встрече. Давайте тогда обучающихся составляющим мероприятием, семинаром, тренингом, мастер-классом. Ну, мы действительно в этом году сделали достаточно, опять же, там, такой серьезный акцент на обучающие мероприятия, причем они носят практически все, очень прикладной практический характер. То есть, там, конкретные темы, часть даже называется там именно тренингами, и должен там сказать о том, что принципиальная позиция организаторов форума, о том, что данные мероприятия бесплатны для участия. Большой ажиотаж, вчерашние мероприятия, там, при вместимости зала, там... Два тренинга вчера было. Ну, они, да, были совмещены. Там, при вместимости зала в банке Хлынов, там, 80, по-моему, мест, 140 заявок, там, было получено. Поэтому, ну, вот опять же, возвращаясь там к вопросу Вячеслава, то, о чем вы говорите, да, с точки зрения, там, ну, здесь нет градации молодые, не молодые, там, но, пожалуйста, это те ресурсы, которыми можно пользоваться. Поляну это, конечно, не освободит, но, по крайней мере, может дать выход на новую поляну, что называется. Надо сказать, что вы против квотирования, да, Андрей Леонидович? По любому признаку. Я считаю, что любые ограничения в сфере предпринимательства, они плохи. Потому что мы имеем эти примеры, причем такие, знаете, навязанные ограничения, не естественным образом возникшие, а навязанные. То есть, когда там обязывают госпредприятия там, закупать 15% продукции у малых предприятий, ну, что дальше происходит? Дальше эти предприятия создают малые предприятия, начинают у них закупать продукцию. В результате производитель, который бился за это, получает еще большее падение маржи. То есть, на каждую инициативу можно найти анти, да? Ну, это, знаете, там бесконечные соревнования в хитрости, там, с одной стороны государство, с другой стороны бизнеса и население, они являются национальной российской забавой, поэтому, собственно говоря, я всегда говорил о том, что искусственные ограничения в сфере бизнеса всегда приведут к ухудшению ситуации, потому что они будут навязаны самому бизнесу и будут его же ограничивать. Через некоторое время Вячеслав, условно говоря, там, пройдя 30 или 35-летний период, станет немолодым предпринимателем? И что ему тогда там? Тот бизнес, которым он занимается, закрыватель или что-то еще? Нет, за это время он должен встать на ноги. И уже не задумываться о таких вещах. Надо ли мы что-то там получили? Ладно, нет, давайте не будем. Спасибо, Иславу, спасибо за активность, за звонок. Действительно, о маленьких надо думать. И мы с вами, объезжая районы, всегда говорим, нам крупный бизнес говорит, а что вы с этими практиками муниципальными приехали? Я надо, я завтра захожу в главе, вернее, не знаю, сегодня вечером пришел в главе района, ногами дверь открыл. Он мне не за 8, а за 1 день все сделал. Да, молодец, но есть маленькие, которые бумагу пишут, и им отвечают через месяц, да пошел ты далеко. Поэтому мы как раз за то, чтобы всем был доступ до государственных услуг, равнозначен и оперативен, и чтобы действительно создавалась институционная привлекательность и для маленьких, и для больших, и для всех. Но, конечно, те, кто активные, те и добиваются. А большой может взять за руку маленького и пойти, и они вдвоем пнут в дверь главы района? Могут, если захочет. Это элемент наставничества, который у нас тоже в рамках форума сейчас есть. Я, собственно, про него и вспомнил. Дальше переходим к мероприятиям. Сегодня есть мероприятия. Нет, сегодня нет мероприятий. Следующий, 19-го, да? 19-го. Следующий, а завтра, как бы, а, да, про образовательную программу, да. То есть там, да. Кроме образовательной программы, есть ведь и другие мероприятия. Есть и другие мероприятия. Мы завтра едем в Чепецк, еще раз повторюсь. То есть, ну, сейчас ситуация такая, что до 26-го числа практически каждый день будет проходить какое-то мероприятие, а то и не одно. Поэтому адресуем всех слушателей и заинтересованных там лиц на сайт mbko.ru, малый бизнес Кировской области. Там размещена программа мероприятия, актуальная, можно ознакомиться, подать заявку на участие. И, собственно говоря, там в свободном режиме это участие принять. Темы разнообразные, вы их видите, там, начиная от внешнеэкономической деятельности, которой кто-то занимается, там, экономика будущего. Есть практичные, там, тренинги. И будет интересный семинар по сельскому туризму, по его развитию. То есть, ну, подбор тематик, на мой взгляд, там, позволяет как раз найти, наверное, и новые поляны, там, возвращаясь, опять же, к нашему слушателю. Новичков много? Что говорят? И новичков на мероприятиях? Да, да, на этих всех. Те, которые, как раз таки, хотят стартануться? Обучение воспринимают? Нет, на самом деле, я бы сказал, что среди слушателей семинаров больше действующих предпринимателей. То есть, тех, кто уже осознал необходимость и понимает, зачем ему это надо. Почему мы достаточно четко формулировали темы, почему там нет таких тем, как там, начать свой бизнес. На самом деле, то, что мы сказали, у нас в городе, в регионе много программ для предпринимателей. Программа «Начинающий предприниматель», там, бесплатное обучение. Программа «Ты предприниматель», бесплатное обучение для молодежи. И в начинающем предпринимателе еще и выдача определенных грантов. Мероприятие, которое ведет там город, городской центр инновации, частное образовательное учреждение. Огромное количество обучающих мероприятий для начинающих предпринимателей, Потому что здесь достаточно понятная ситуация, на мой взгляд. Как мы вам говорили, только 3-5% имеют склонность к предпринимательству. Но прийти и понять, имеешь ли ты эту склонность, хотят большее количество. И поэтому на это гораздо большее количество людей. Это рассчитана программа, различная программа. Но на выходе мы получаем то количество предпринимателей, которое у нас есть. — Андрей Николаевич, хотелось бы, чтобы вы оценили эффективность этой работы, этих встреч, обучений. Вы видите, что некий рост все-таки происходит? — Хотя бы за эти два года, что вы работаете в этом направлении. — Мы видим, что в районах предпринимательство как-то просыпается. Это важно. Косвенно измерить, конечно, это очень сложно. Очень сложно, потому что слишком многофакторная модель предпринимательства. — Что этому способствует? Какие-то основные моменты? — У нас все правит рынок. Все равно в предпринимательстве, в том предпринимательстве, которое мы с вами обсуждаем, где нет госзаказов, где нет оборонки, это рынок. Рынок у нас... Давайте не будем экономическими терминами сегодня. Поэтому с рынком пока все сложно. Увидеть какие-то глобальные перемены, честно, пока мы их не видим. Но мы видим, что хотя бы предприниматели еще есть в районах, поэтому это нас радует. Они там есть, они там не вымерли. И наша задача их сейчас сохранить, нисколько там приумножить, хотя бы сохранить. И действительно, как может молодежь привезти туда, чтобы они уже оружие отцов и дедов переняли. — Подхватили, да. — Подхватили, да. Потому что может так случиться, что все в госслужбе, все в оборонке, все в армии, в прокуратуре, в полиции, в милиции и в детских садях. — За счет кого всех этих кормить-то, да? — И опять вернемся в СССР. — Ну, я, коллеги, что хочу добавить. Мы точно видим то, что предприниматели все больше и больше знают все-таки о том, что есть у государства им предложить. Какие формы поддержки начинают воспринимать, что это реально доступно для них. Потому что несколько лет назад, когда форум начинал свою работу, даже когда они узнавали о том, что есть какие-то формы поддержки, все это воспринималось настолько скептично, что все равно государство ничего не даст. Все равно где-нибудь там обманутся. Сейчас другое отношение. И у государства, как мы говорим, поворачивается все-таки эта система и эта махина поворачивается к оказанию сервисных функций. Именно сервисных функций для предпринимательства. Не карательно надзорных, а сервисных. Так и со стороны предпринимательства, которые уже начинают, по крайней мере, осторожно верить в то, что оно государству необходимо. Периодически возникают пикировки, как с теми же Платоном, контрольно-косовой техникой и всем остальным. Но если предприниматель нацелен на, собственно говоря, не конфликт, а на решение ситуации, он будет и сам это решение искать, и будет предлагать ее, будет нацелен. Вот мне вчера очень понравилось, мы были в Уржуме, к нам подошел предприниматель, он сказал, ну ладно, надо поменять кассовые аппараты. Не совсем понимаем, что там, для чего это надо, и те прелести, которые нам обсуждают, но понимаем, что надо, раз уж закон принят. Ну пусть тогда государство определит систему льготных кредитов на это. То есть, с одной стороны, вы потребовали заменить, но с другой стороны, дайте возможность это сделать. Не сразу большую сумму. Ну да, не по рыночным ставкам, дайте кредит под 5% целевой. Вполне себе такое деленное предложение. То есть, разумное предложение, не просто отторжение всего, что доведите вы там, а разумное предложение, которое, к сожалению, наверное, прозвучало поздно. Государство хоть и обещает вернуть там в виде налоговых вычетов частным предпринимателям эти затраченные деньги, но до этого, как говорится, еще достаточно далеко. А здесь был бы нормальный механизм через систему фондов или региональных банков такие кредиты дать. И поддержали бы всех, и производителей техники этой самой, и, собственно говоря, финансовую систему, и предпринимателей самих. Было бы нормальное, грамотное решение. Вот задача такого диалога и такой его организации, собственно говоря, в наших мероприятиях и стоит. Среди гостей, не знаю, участников этих занятий есть представители правительства? Да, конечно. Каким образом выстраивается занимающая связь с областным руководством? На самом деле, в выездных мероприятиях обязательно принимает участие, ну, все время исполняющая обязанности министра развития предпринимательства. От Генгалая началась. Да, она лично принимает, лично рассказывает о, собственно говоря, тех программах поддержки, которые существуют. У нас ведь еще есть очень важный момент, состоит в том, что мы не только там приехали, выступили, рассказали и уехали. Основной объем общения происходит после, потому что после того, как все выступили, мы спускаемся, что называется, в зал, садимся в фойе, и каждый из предпринимателей в индивидуальном режиме может получить консультацию. И мы не уезжаем до тех пор, пока там на все вопросы не ответим. И вот там-то мы слышим все, собственно говоря, что нам хотят сказать. Там уже начинается по душам такой разговор, да? Сандрин Николаевичем многое слышали. Ну, у нас самопоряд правительства, то есть Ольга Викторовна Куземская была с нами. Это непосредственный куратор, да? Да, поэтому у нас поддержка на всех уровнях. Ну, потом обратную эту реакцию каким образом? Мы каждый год готовим итоговую резолюцию. То есть все, что выездили, все формируем, систематизируем. И всем самим, и самим себе, и другим даем задания, чтобы все, что мы услышали от предпринимательства, было не на словах, а на деле реализовано. К 26 мая, к дню российского предпринимателя. Вот, кстати, да, последняя минута остается, что будет 26 мая происходить. Ну, 26 мая будут торжественные мероприятия, будет награждение победителей конкурса «Предприниматель года», будет поздравление, собственно говоря, предпринимателей от имени губернатора, главы региона. Конечно, будут такие там чествования предпринимателей, что называется. Но, собственно говоря, параллельно этому произойдет такая передача в наши органы власти тех обобщенных результатов наших выездов, наших мероприятий, которые мы, собственно говоря, там выездили. Наказов? Ну, по сути дела, наказов, предложений, какой-то критики. Но дело в том, что мы не дожидаемся этого праздника. То есть там идет достаточно оперативное реагирование по тем темам, которые мы выявляем в процессе выездов. Мы уже проводим встречи здесь, доводя оперативно это до наших органов власти. Нет, у меня сегодня уже три звонка из Уржума. Мы вчера там были. То есть уже сегодня три раза. Что-то оставили там? Мы звонят, забыли. Добрую память. Нет, вопросы уже есть. И мы там, вот, выдачи лицензии на алкоголь. То есть звонки есть. Слава Богу, что польза есть. Эффект присутствует. Ну, верят, верят. Камень бросили, волна пошла. Это самое главное. Еще раз повторим, форум седьмой по счету предпринимательства Навятки. Без труда всю информацию в интернете найдете, если вас это заинтересовало, наши слушатели. Мы прощаемся с нашими гостями, Андрей Вавилов и Андрей Усенко. Я, кстати, вернусь в особом мнении через 20 минут. Про предпринимательство еще поговоришь в особом мнении. Я чувствую, с Валерием Турулой, да? Президентом Ассоциации защиты правом и среднего бизнеса. Его еще спросишь. Спасибо нашим гостям и вам, слушатели. Спасибо. Всем до свидания. До свидания. Продолжение следует...